Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Новые обстоятельства гибели таджикского младенца в полиции Санкт-Петербурга. Со слов родителей, лицо малыша изуродовано до неузнаваемости. Тело полицейские показывать отказываются. На улицах Алма-Атыни управляемые трамваи разбивают десятки машин и калечат пассажиров. Третий случай за месяц. Когда заговорили о том, что трамваи надо убрать, эти аварии довольно-таки стали происходить с ними. Директора Московской библиотеки арестовали за книги на украинском языке. Следователи нашли крамолу даже в детском украинском журнале «Барвинок». Русский пармезан, флаг Новороссии и коза по кличке Меркель. Как русский сыровар-патриот построил Россию своей мечты в отдельно взятой подмосковной деревне? Таджикистан требует проведения независимой экспертизы по расследованию гибели в петербургской полиции пятимесячного таджикского младенца Умарали Назарова. Стали известны новые подробности этой трагедии. Родители погибшего мальчика рассказали, в каком состоянии им было показано в судебном морге тело ребенка. Точнее даже не тело, а только лицо, которое было окровавлено ссадинами и ушибами. Уже прошло 18 дней со дня смерти Умарали, но его отец Рустам Назаров заявляет, что ему ни разу за это время не показали тело сына полностью. Полиция по-прежнему утверждает, что ребенок погиб из-за вирусной инфекции, но врач, который осматривал ребенка, когда он был еще жив, и родители, заявляют, что мальчик был совершенно здоров. Со слов обоих родителей, они не узнали своего сына. Настолько он был изувечен. Вот что они рассказывают. Когда у меня забрали ребенка, он совсем был здоров. Даже вот вскоре приехал, смотрел, говорю, с ребенком все нормально. И после этого я больше не слышал. Вот четыре дня прошло. Мы ходили, от нас бегали. Ну, что-то там, не знаю, от нас бегали. И через четвертый день нас показали. Только тело не показали, вот до груду, вот где-то до ше, да, показали мне лицо. И я видел, обнаружил там у нее губы, носы, там синяк черный. Ну, все крови и глаза черные были по краю глаза. Потом на второй раз пошел, ну, все тело меня не показали. На второй раз пошел, на второй раз увидел, у него рука черная, если право. Я думаю, или уронили его. Ну, я был первый, вот через четыре дня, когда показали меня, уже его резали, да. Ну, резали, открыли его, вскрыли его. А вот не знаю, что с ним, без согласования родителей, да, что хотели, вот на четыре дня, что хотели, они то и делали с ребенком. Вот, что им надо было, что, ну, как хотели, так и обращались, да, к ребенку, вот. И нам потом труп показывают, говорят, вот ваш ребенок, посмотрите. Я увидел по лицу вообще, вот, это вообще другое, даже на никого не похожи наши родственники, да, на никого. Даже вообще другой ребенок по лицу. Через четыре дня я увидел. Сейчас пока ничего там не говорят, почему умер, сейчас говорят, виновные родители. Ну, сейчас идет такой слух, виновные родители, да, вот такой. Ну, хочу узнать, от чего смерть ребенка, мне они говорят. Я хочу узнать, от чего умер ребенок. Вот это хочу узнать, да, до конца, чтобы наказали, почему вот так поступали. Вот нельзя же грудной ребенка отобрать от мамы. Рустаму Назарову из Арине Юнусовой по-прежнему грозит депортация. Но пока идет следствие тела ребенка, они не могут забрать. Почетный консул Таджикистана в Санкт-Петербурге Назар Мирзада заявляет, что у властей его страны не осталось никакого доверия к расследованию обстоятельств гибели у Морали Назарова. Таджикистан готов добиваться проведения независимой экспертизы в любой другой стране, за исключением России. Мы не согласны с результатами судмедэкспертизы, которую проводили в больнице Санкт-Петербурга. По словам родителей, то, что пишут о результатах, не соответствует действительности. Поэтому мы просили, чтобы нам дали разрешение на проведение повторного анализа. После того, как мы получим труп ребенка, мы проведем свою повторную судмедэкспертизу. Мы намерены проводить такую экспертизу за границей, или в Беларуси, или в Казахстане, или в Таджикистане. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину эта история известна. Цитата. Естественно, он, Путин, в курсе. Это достаточно резонансная история, и о ней широко сообщалось в СМИ, сказал Песков. При этом, отвечая на дополнительный вопрос, находится ли эта история на контроле у президента, пресс-секретарь ответил, каждая история не может быть на контроле у президента. Это невозможно. В Алмате очередное ДТП с участием трамвая. Это уже третья авария за истекший месяц. Странным образом, аварии происходят практически по одному и тому же сценарию. Водитель выходит из трамвая. В это время трамвай с пассажирами начинает неуправляемое движение, и на большой скорости слетает с рельсов. По пути он разбивает более десятка машин. Жители города считают, что эти аварии создаются искусственно. Наш корреспондент Дмитрий Беляков пытался разобраться в причинах. Эта запись с видеорегистратора алматинского автовладельца появилась во всех выпусках казахстанских новостей 13 октября. Неуправляемая железная махина буквально снесла 15 автомашин. Пострадали 5 человек. Официальных данных о причине ДТП до сих пор нет, но очевидцы утверждают, что у трамвая попросту отказали тормоза. А эти кадры отсняты тремя неделями ранее, 21 сентября. Автовладелец заметил несущийся по улице Шевченко абсолютно пустой трамвай, засняв беспомощно бегущего за трамваем водителя. Зацепив несколько машин по пути уже на следующем перекрестке, многотонный транспорт смял 14 автомобилей. Как говорят очевидцы аварии, водитель трамвая высадил пассажиров и начал ремонтировать транспортное средство, которое самопроизвольно покатилось вниз по улице. Эти аварии на долгие дни стали основными темами казахстанских СМИ. Появились даже данные соцопросов, утверждающие, что около 80% алматинских водителей опасаются ездить по улицам с трамвайным движением и стараются избегать встречи с желтыми вагонами. Что? Не спереди ездил? Ну что? Чуть-чуть. А почему? Ну, как-никак. Боишься, конечно, после этих ситуаций? Сейчас метро, автобусы, трамваи, да, конечно, лишний как бы. И уже дороги, получается, пошире бы были, если трамвайные линии убрали. Их убрать лучше было бы. Почему? Для всех. По многим случаям они могут даже и пробки создавать. Все их опасаются, потому что... По фактам ДТП была создана специальная комиссия с участием полицейских и руководства городского электротранса. Пока никаких результатов не было оглашено. А получить официальный комментарий в трамвайном депо настоящему времени не удалось. Кому-то во всем мире, когда трамвай в ДТП не попадали. Это просто... Нет. Вот даже... Не удалось достать пресс-секретаря организации и в здании Алматы электротранса. Оказалось, что официальный представитель как раз выехала в то самое трамвайное депо, откуда и приехала съемочная группа. Сотрудники трамвайного депо разговаривают с журналистами крайне неохотно. Все, что удалось узнать, что трамваи в парке 80-х годов выпуска и поломки на линии случаются часто. Буквально на днях 27 октября в центре Алматы произошел очередной инцидент. У электротранспорта отлетело колесо, трамвай спешно эвакуировали в парк. Как рассказали сотрудники депо, аварии с колесами происходят регулярно из-за того, что трамваи были закуплены в Германии, а там другая железнодорожная колея, поэтому колеса пришлось поменять. Вопрос, убрать или не убирать с улиц Алматы трамвайные пути разделил горожан на два лагеря. Кто-то ратует за историческую особенность города, кто-то указывает на опасность и устаревший трамвайный парк. Некоторые алматинцы даже придерживаются конспирологических версий. На самом деле даже кажется немножко странным, когда заговорили о том, что трамваи надо убрать и освободиться для проезда машин, эти аварии довольно часто стали происходить с ними, хотя до этого не было. Ну так же, как и с барахолкой. Убираем барахолку, она постоянно горит. То же самое с трамвайным. Мне кажется, что проблема надуманная, проблемы нет. Инициативная группа горожан обратилась с просьбой прекратить работу трамвайного депо, каким у Алматы Боржану Байбеку. На данный момент этот вопрос находится на рассмотрении. Дмитрий Беляков, Павел Ингельгард. Настоящее время. Далее в программе. Директора московской библиотеки арестовали за книги на украинском языке. Следователи нашли крамолу даже в детском украинском журнале «Барвенок». Это просто уныло, предсказуемо, тупо, бездарно. И МКВД секонд-хэп. Русский пармезан, флаг Новороссии и коза по кличке Меркель. Как русский сыровар-патриот построил Россию своей мечты в отдельно взятой подмосковной деревне. Украина и непризнанные Донецкой и Луганской народной республики, где боевые действия уже практически прекратились, обменялись заложниками. Со стороны республик отдали 9 заложников в обмен на 11 человек, задержанных украинскими властями. Обмен пленными состоялся на мосту в городе Счастье в Луганской области. Силовики находились под арестом от двух месяцев до года. В заложниках у обеих сторон конфликта остаются еще люди, точное количество их неизвестно. По словам наших корреспондентов, беседовавших с официальными представителями обеих сторон, следующий обмен состоится не скоро. В Москве возбуждено уголовное дело против директора Украинской библиотеки в Москве Натальи Шариной. Ее обвиняют по статье 282 Уголовного кодекса России возбуждение национальной ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства. Накануне вечером следователи ворвались в библиотеку и устроили там очередной обыск, во время которого были изъяты книги и журналы. Как говорится в сообщении на сайте Следственного комитета, изъята печатная продукция, содержащая призывы к антироссийской и антирусской пропаганде. В сообщении поясняется, что речь идет о книгах националиста Дмитрия Корчинского. Кроме этого, со слов московского депутата Дмитрия Захарова, по заявлению которого был проведен обыск, из библиотеки были изъяты и другие материалы. Например, издание Степани Бандери и детский журнал «Боровинок», в котором нашли флаг, похожий на флаг запрещенной в России организации «Правый сектор». Как утверждают сотрудники библиотеки, следователи подкинули им запрещенные книги, которые были изъяты во время предыдущих обысков. Она сообщила, что было два обыска, один проведен у нее дома, на квартире. Вот именно там была изъята книга «Прага-Вадомор», там была изъята книга «Оксана Забушки», подборка газет и грамоты от бывшего руководства Украины. Все остальное, они были изъяты уже в библиотеке. И вот сегодня, сейчас, находясь в библиотеке, сотрудники нам прямо сказали, что эти книги Дмитрия Корчинского были подкинуты следователями. Нелепость ситуации заключается в том, что одна из них уже была изъята следствием в 2010 году и по какому-то чудному образом она была найдена вчера снова. Эта же книга. ТАСС уточняет, что директор Украинской библиотеки Наталья Шарина задержана на 48 часов. После обыска у нее в квартире и допроса вопрос об ее аресте будет решаться в суде. Обыски накануне прошли и по месту жительства сопредседателя общественной организации «Украинцы Москвы» Валерия Семененко. Между тем, авторы изъятых книг заявляют, что подобное уже случалось с ними в советские времена. Писатель в такой ситуации может чувствовать себя польщенным, что он причислен к лику классики. А с другой стороны, на самом деле, это все очень предсказуемо, тупо, бездарно. Это столько раз уже разыгрывавшийся в истории сюжет. У нас в семье есть персональная история. Когда в 1949 году пришли арестовывать моего отца, студента хилологии, то также стоптались по томику Леси Украинки. Он ринулся спасать книгу, а ему, значит, уперли ствол в затылок с криком «Стоять!». Для кого-то ответные санкции России – крах всего бизнеса, а кто-то решает на них заработать. К этим кто-то относится и подмосковный предприниматель Олег Сирота. О русском пармезане, который варится под флагом Новороссии, наши материали. В чистом русском поле в 50 километрах от Москвы стоит сыроварня с чисто русским названием и колоритным хозяином, похожим на купца из русской народной сказки. Сейчас варка идет сыра, второй нагрев, самый важный. Олег Сирота – убежденный ватник и прилежный православный христианин. Еще недавно он имел собственный успешный IT-бизнес, который не раздумывая бросил ради мечты всей своей жизни – сельского хозяйства. Без Новороссии не было бы сыроварни, потому что не было бы текущего курса, не было бы санкций. Не было бы санкций, нет смысла строить сыроварню. То есть это все взаимосвязано. Это звень одно цепит. Здесь, в тихом и спокойном Подмосковье, вдали от мест, где был придуман этот флаг и где все еще гремят выстрелы, слова «сироты» звучат как-то странно. Получается, что ты делаешь свой сыр на том, что там происходит в Новороссии. Нас поставили в эту ситуацию, мы отвечаем здесь. Наш народ отвечает. Это не Путин, здесь не Медведев. Это наши народы, мы такие. Это наш флаг. Сыровар «сирота» внимательно следит за политикой. Он один из активистов движения «Антимайдан» и сторонник Путина. Но вся мировая политика для него теперь сводится к единственно важному фактору – к продлению санкций. А не боитесь, что отменят санкции? Боюсь. Самое единственное, что боюсь, что санкции отменят. То есть я прямо по ночам просыпаюсь, иногда от этого. То есть меня ужас берет. Поле, где «сирота» планирует построить «коровник», тоже принадлежит ему. Власти Истринского района отдали ему эти угодья в аренду на 49 лет. Причем совершенно бесплатно. Первое, что приходит на ум, что это – награда «сироте» за лояльность власти. Но он уверяет, что это не так. И что он – лишь часть большого государственного плана. Знаете, как я, появляется очень много. Я уверен, что если мы будем понимать, что санкции надолго, то на 5, на 10, то ей будет вообще тысяча. То есть народ просто уманется. Это будет как вал, как грибы после дождя будут появляться. Его, любители и ценители хороших западных сыров, мы спрашиваем об оборотной стороне этой самой защиты рынка. Об уничтожении масс дамов и эмменталей, что привозят в обход санкций. Рассчитываем на милосердие сыровара. Но «сирота» безжалостен. Все правильно, это катарбанда. Как с ней сдаешься, там что-нибудь цветы, что ли дарить на въезде. Эта катарбанда должна уничтожаться в Европе. У меня поляки, я ее вез яблоки, в Белоруссию купил, килограмм 6, наверное, было, и они застали выкинуть. То есть еще не жалко было. Они не раздали голодающим польским пенсионерам эти яблоки, они не раздали голодающим польским детям и застали выкинуть. Вызов ненавистному Западу у Олега Сироты буквально во всем. Даже свою вредную козу он назвал в честь немецкого канцлера за то, что однажды животное чуть было не съело листы с технической документацией на сыроварную. За вредный характер она получила кличку Меркель. Меркель вредная? Но она пытается найти импортозамещение, всячески препятствует подъему России с колен. В условиях всеобщей путинской стабильности их семья наоборот, изо всех сил ищет приключений. Все свое имущество променяли на сыр и йогурт. А залогом успеха считают напряженные отношения России с остальным миром. Так же трудно жить, когда у тебя вокруг только одни враги. Ну, поэтому мы так много сотен лет жили, и ничего. Как видите, сохранились. Это были лучшие времена, когда мы сожжены крепости жить. У нас это лучшие периоды были. Рассветы России, расцветы реформ, подъемы сельского хозяйства. Они всегда были в такие периоды. В их небольшом и уютном мире нет места сомнениям и переживаниям. На это просто времени не хватает. Ведь внешняя политика этой огромной страны так непостоянна. А ее будущее зависит, по сути, от решения одного человека. Поэтому лучше поторапливаться. Теперь же у нас так получается. Один за всех и все за одного. Мы теперь все в одной лодке. И вместе будем либо плыть, либо на дно. Его широкая русская душа, кажется, впитала в себя все, что только можно. Просторы подмосковных лугов и гордость за имперские амбиции страны. Любовь к европейским сырам и уважение к западным технологиям. И другим сирота быть не только не может, но и не хочет. По крайней мере, пока в России все еще действуют продуктовые антисанкции. Старейший за пределами России русский драматический театр празднует свое 170-летие. Это театр имени Грибоедова Тбилиси. Среди выдающихся деятелей театрального искусства, работавших там, Мейрхольд, Сумбатов-Южин, Фоменко и Товстоногов. О том, как театр вновь соединяет людей на фоне непростых отношений между Грузией и Россией, материали Зураба-Двали. Грузия встретила юбилей русского театра прохладной дождливой погодой и недели над, как бы в унисон сегодняшних отношений Москвы и Тбилиси. Между тем, ни война 2008 года, ни аннексия территорий Грузии не вызвали в грузинском обществе отторжения от русской культуры. Не было ни попыток закрыть театр, ни каких-либо проблем, связанных с полноценной работой грибоедовцев. Он всегда был грузинским театром, он был русскоязычным грузинским театром, и он служил во благо объединения людей разных национальностей и вероисповеданий, которых объединял русский язык. Русский драматический театр имени Грибоедова имеет славную историю. На сцене театра играли такие звезды, как Мария Савина, Александра Яблочкина, Вера Комиссаржевская. Здесь ставили спектакли Всеволод Мерхольд, Петр Фоменко, Константин Марджанишвили. Среди особо почитаемых именитый двелисец Георгий Товстанок. Олег Басилашвили – ученик великого режиссера. Вот Георгий Савин привил там чувство ответственности перед зрителем, перед зрителем, перед зрителем будущим. Между тем сам Грибоедовский театр – давно уже неотъемлемая часть культурной жизни грузинской столицы. Успех коллектива обусловлен не только высоким профессионализмом и актуальностью репертуар. 95% зрителей русского театра в Грузии – это этнические грузины, включая грузинскую молодожь. Это позиция грузинского народа. А это потому, что театр Грибоедов всегда стоял и будет стоять и в горестях, и радостях с народом. В стенах Грибоедовского театра многочисленные гости из-за рубежа обсуждали в эти дни перспективы сотрудничества театральных коллективов разных стран. Особо подчеркивалось, что необходимо способствовать контактам молодому поколению. И самое главное – оставаться вне политики. Полистические какие-то разногласия, они, конечно, несут какой-то отпечаток, но для нас, для театральных деятелей, мне кажется, минимальные. Потому что как бы нас там не хотели кто-то поссорить, я не знаю таких фактов, чтобы театральные люди перестали как-то общаться, как-то у них накалились отношения и так далее. Грибоедовцы специально для гостей решили показать популярный спектакль «Холстомер. История лошади» по мотивам повести Льва Толстого. Получивший год назад гран-при на Международном театральном фестивале «Золотой Витязь». Искусство соединяет, культура соединяет, не разъединяет никогда. Поэтому чем больше будет взаимодействия, тем лучше будет. Что ж, лучше, как говорится, и не скажешь. «Зураб-2» ли, «Гогачко» не и «Давид Симонишвили» специально для программы «Настоящее время». Последние десятилетия электронные сигареты приобретают все большую популярность во всем мире, и особенно в США. Однако, как показал последний опрос, большинство американцев убеждены, что продажу электронных сигарет необходимо ограничивать, так же, как и продажу обыкновенных табачных изделий. Согласно другим исследованиям, подростки, начавшие курение с электронных сигарет, как правило, переходят на обычный. Подробности в материале наших американских коллег. Изначально электронные сигареты рекламировались как альтернативы для взрослых курильщиков, решивших расстаться с вредной привычкой. «Я курила уже так давно, что мне захотелось уменьшить количество сигарет». Электронные сигареты, сигары и кальяны – все подобные устройства – работают по следующему принципу. Жидкая, содержащая никотин, постепенно нагревается, и пользователь вдыхает ее пары. Этот процесс называется вейпингом, и сегодня в продаже доступны устройства с регулятором концентрации никотина. «Появились электронные сигареты со вкусом сладкой ваты и жевательной резинки. Их рекламировали как высокотехничные гаджеты, современные и модные». В результате по всему миру объемы продаж электронных сигарет среди молодежи резко увеличились. Мишель Меркадо теперь курит обыкновенные сигареты. Однако подросткам она начинала с электронных. «Я сама вижу сегодня, как многие школьники и ребята постарше начинают увлекаться вейпингом и электронными сигаретами». Команда исследователей Адама Левентали опросила более 2000 школьников Лос-Анджелеса, которым уже исполнилось 14 лет. На тот момент никто из них не пробовал табачную продукцию, и лишь некоторые из них уже попробовали вейпинг. «Потом мы сравнили группы подростков, как полностью не курящих, так и тех, кто попробовал электронные сигареты, чтобы понять влияние процесса первоначальной инициации как курильщика на переход к табачным продуктам». Ребята просили второй раз через полгода, когда большая часть из них перешла в 10-й класс. «Подростки, попробовавшие электронные сигареты, в 4 раза чаще начинали курить обыкновенные». По мнению Левентали, употребление так называемой электронной курительной продукции может привести к появлению нового поколения курильщиков табака. Результаты исследования были опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте коррентайм.тв. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова